Всем привет! Сегодня утро начинаю. Мы приехали в Ейск. Нам нужно купить железо, ну еще комбикорм курицам, а здесь дешевле, ну еще кое-что по делам. У нас с утра всю ночь ливень прям сильный был, и сейчас все дождик накрапывает. Вон на стекле, может видно? Прям дождик идет, идет. Пока муж пошел выписывать железо, сижу, жду. Даже выходить не хочется, но сейчас придется помогать. Ну что, приехали мы из Ейска. Погода вообще не может, не утихать. Все дождь и дождь. Кошмар. Смотрите. Поливают конкретно. Да, уже вода даже стоит. Так что даже на юге погодкой не такая, какая должна быть. Так что кто на севере жалуется, что у них холодно, не расстраивайтесь. На юге тоже холодно. Вот дождь уже сейчас получается вчерашнего вечера, и всю ночь лил. И сейчас уже где-то, по-моему, около трех часов дня все льет и льет. Вот. Так, что мы купили? Сейчас покажу. Взяла я земельки. Не надо цветочки еще рассаживать. У меня не хватило. Я всегда, как уже говорила, беру именно теравиту. Теравиту цветочную. Особенно для петунии. Но, смотрите, она бывает подделка. Нужно, чтобы производитель был именно Ленинградская область. Вот. Сейчас покажу. Может, видно будет. Вот. Изготовитель ООО Нордпалп. Ленинградская область. Вот. Потому что бывает еще теравита тоже с другой производитель. Это подделка. Так что внимание обращайте на это. Я один раз с этим столкнулась. Земля совершенно другая. Марка вроде та же. Пакеты те же. А земля ужасная. Это я уже потом выяснила. То, что все-таки была подделка. Вот. Взяла 50 литров. В общем, 50 литровый пакет. Стоит 350 рублей. Ну и сразу, конечно, к этому же вермакулит. И кокосовый субстрат. Кокосовый субстрат, хочу сказать. Сейчас так магазин практически все закрыт. И взяла. Дороговатый, конечно. 98 рублей. До этого я брала, по-моему, 75. Где-то так. И он был на 9 литров, а этот на 8 литров. И состав, что-то я смотрю, как-то мне не очень нравится. Ну посмотрим. Вот тоже, кстати, фирму такой не видела. До этого я вам показывала другой фирму. Вот тот хороший кокосовый субстрат, какой этот. Когда замочу, я посмотрю. В общем, тоже взяла два брикетика. Ну и вермакулит. Вот. Это мои садовые покупки. Еще взяла. Для уточек маленьких. Вот такой вот лоточек. Кормушечку. А то они у меня сейчас блюдечко едят. Там им тесновато. Взяли мы еще вот такую арматуру. Это пластиковая арматура. Вот. Она пластиковая, не железная. Для чего я его взяла? В общем, 50 метров вот этот моток стоит 800 рублей. Это что получается? Метр 16 рублей, да? Да. 16 рублей метр. Для чего я ее взяла? Это буду делать колышки для подвязывания помидор. Помидор перцев, так как она не железная, а где-то я считала, что долговечно. Как говорится, хватит на всю жизнь этих колышков, чтобы каждый год меня искать. Вот. Раньше в костроме из дерева просто сделала колышки и меняй сколько хочешь, хоть каждый год. Здесь с этим проблем. Поэтому вот. Нашла такой вариант, что сделать колышки из этой арматуры пластиковой. Она не гниет, ничего. Долговечно. Кстати, еще не знаю, нам в магазине подсказали, что делает, как-то ее гнут и подвязывает виноград. Не знаю, это нужно будет посмотреть эту информацию. Вот. Такие у нас сегодня покупки. В принципе, еще купили комбикорм для куриц и железо для навеса. Будем делать навес гостевого дома для винограда. Вот. В принципе, все. Такие покупки. Вот. Хотела еще переселять сегодня утят. У нас вывелись утята второй утки. Вот. Там у нее один остался, одно яйцо, которое проклюнулось, но тоже к вечеру выведется. А видите, погода какая, совершенно негодная. Сейчас я их забрала в коробочку. Они дома в коробочке пока сидят, пока она яйцо досижива от до выведется. Вот. Потому что дождь, холодно, на улице их не оставлю. Тем более, там входят цыплята. Они у меня испортят этих утяток. Пока отдельные у меня места нет, где их держать. Посидят сейчас в коробке. Если до завтра дождь прекратится, завтра эту уточку переселю вместе со с ее утятками уже на постоянное место. Вот где те утята у меня большие, там перегорожу перегородкой и туда переселю. Чтоб она у меня не соскочила, до завтра сейчас я ей подложу еще два яйца обычные. Чтоб она сидела на яйцах, а то она увидит, что яиц нет в гнезде, и она может соскочить и все убежать. Так что вот. У нас еще прибавление опять. курочка сидит, все нормально. Вчера проверила и яйца, вроде как бы все оплотные зародыша. И еще начала снестись по второму кругу, это коричневая уточка, которую мы хотели убирать. Сейчас она отнесется, мы эти яйца насобираем, и у нас сидит же черная утка там с двумя на двух яйцах, они плохие. и посадим эти на вывод этой черной утки. Такие у нас дела. Погода конечно, да. Я кстати смотрела прогноз погоды на неделю, еще где-то примерно до июня все такая же погода. так что наши местные магазинчики мы один раз взяли в хаву попробовали с семечкой. Прям обалденно вкусно, я такой еще не пробовала. Вот тут в общем вот этот кусман большой, по-моему грамм 400 на 110 рублей он у меня вышел. И там прям вот семечки. Сейчас разрежу покажу. Возможно может плохо будет видно, но семечко торчит. И там они целиковые очищены целиковые семечки. Обалденно хава вообще вкуснотища. Ну что дождик у нас вроде как закончился, но параллелов конечно хорошо. Помочила как говорится от души. А я вас еще хотела знаете что спросить? У меня теперь сомнение вот насчет этого цветка. Как бы мне продавали куст овсяница. Вот когда он начал набирать бутоны я засомнилась у овсяницы бутоны но она цветет метелочками а здесь распозелись вот такие вот похожи на гвоздички вот я теперь сомневаюсь может они спутались и продали мне как гвоздичка то есть это гвоздика я уже и в интернете сравнила по листочкам уж очень очень похоже на гвоздику но гвоздика она видите как-то высоковат кустик так что если кто-то разбирается подскажите овсяница же не может так цвести как бы куст изначально был похож на овсяницу но получается цветет как гвоздика странно конечно даже если гвоздика я даже рада помочила замечательно просто супер просто супер надеюсь теперь тепло настанет по пульту просил этого не показывать так что может перемотать немножко хочу показать такую красоту у нас вот дождь дождем а у нас начала поспевать клубничка вот видите какая ну думаю сегодня она пусть еще полежит завтра я ее сорву вот тут тут тоже уже несколько даже наверное надо все-таки сорвать сейчас полакомиться вот это кстати сорт фестиваль покупала я я ее привезла из костромы эту рассадку в общем у нас там есть вологодский питомник занимается тоже растениями и покупала вот я по-моему пять штучек я заказывала она у меня за год вернее за два года разрослась так что мама не горюй кстати очень урожайные крупные ягоды посмотрите какие они огроменные для обычной клубнички не крупноплодные это большие хотя она не считается крупноплодной но у нее еще беда у нее очень очень много усов прям кошмарно много так что если вам хочется развести прям максимально быстро клубнику фестивально она подходит видите уже какие вот это кстати мне нужно уже обстригать и прикоренять сейчас пока жары нет дождик закончится дождик закончится скорее всего если завтра не будет дождя завтра я все усы приукореню так что вот такая у нас красота ну вот что такое только я проговорила что дождь закончился полчаса всего и все опять дождь кстати сейчас пришло сообщение от МЧС что сильное усиление ветра очень сильный ветер сейчас на данный момент ветра практически нет так чуть-чуть колышется когда будет скорее всего либо это ночью будет либо Краснодарский край большой может быть это где-то рядом с Краснодаром потому что МЧС передает по всему краю сводку так что скорее всего хотела вас еще спросить вот чтобы дождь не мочил отсюда покажу вот это плетистая роза которую обрабатывала от мочной старосы видите она обработана ну мочные староса вот это вот вроде как я посмотрела все помогло дальше не пошло и вот теперь думаю мне вот эти пораженные листочки обстричь или не обстричь кто-то скажет потому что они как-то вид портят не очень красиво они корявые такие вот если их обстричь то будет смотреться получше конечно она все растет и растет дальше это я кстати ведь вышла покормить курочек так как они у нас кушают на улице у нас нет навеса сейчас еще подожду хотя бы сильный дождик попрошу покормить их иначе они здесь так вымочатся не очень хорошо так что вот такие у нас дела все дождь и дождь но я бы не сказала что сильно холодно я бы не сказала что сильно холодно как бы не холодно но и жарко хотелось сегодня еще есть посмотреть вот такие кашпо такое кашпо там стоит на рынке 117 рублей большое вот но магазины сейчас рынок закрыт строительные оптовые так что 23-го если откроется потом попозже съездим докуплю очень нравится они крепкие плотные а вот эти кстати вот эти кашпо это не кашпо это знаете что это ведерки под мусор это я викея покупала 2-2 штучки вот это и вот там рублей 70 что ли или 75 что ли я уже не помню но это так дешево а я же белые горшочки очень люблю вот купила два ну пожалела надо было конечно побольше взять такой объем за 75 рублей это может сказать ни о чем а более белая то что вот я не знаю как то я не знаю что это я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok